В Гродненском облсполкоме проанализировали динамику пожаров со смертельным исходом в жилищном фонде и приняли решение существенно усилить меры профилактики. Пока ситуация неоднозначна. За январь прошлого года в области произошел 71 пожар, в этом году количество трагических возгораний снизилось до 51. Однако, несмотря на тенденцию количественного снижения, за первый месяц текущего года в пожарах уже погибло 9 человек по сравнению с шестью жертвами за аналогичный период 2018. Специалисты уверены, количество трагедий позволит снизить усиленные меры профилактики. Здесь и работы смотровых комиссий по качеству проверок, по контролю за устранением выявленных нарушений есть вопросы, по работе с лицами, злоупотребляющими спиртными напитками, по работе с престарелыми гражданами, ну и другие вопросы. Также на совещании коснулись темы здравоохранения. Заместитель председателя Гродненского облсполкома Виктор Лискович подчеркнул, что минимум половина пациентов областных больниц должны быть жителями районов. В фокусе внимания и качество питания в стационарах медучреждений. Сегодня оно соответствует нормативным показателям по всем критериям, начиная от качества приготовления пищи и заканчивая процессом закупки продуктов у производителя. Кроме того, на особом контроле у специалистов и деятельность психологической службы, работающей с детьми и подростками. Ответственные лица получили поручение детально проработать схему оптимизации работы психологов, социальных педагогов и классных руководителей. Современные реалии не позволяют игнорировать интернет-пространство, поэтому социальные сети станут не только альтернативной мерой коммуникации между взрослыми и детьми, а также площадкой для анализа тревожных состояний молодого поколения жителей Гродничины. Субтитры создавал DimaTorzok